С вами Борис Тенцер, мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». И наш гость второй части передачи – Ирина Шмелева. Она заслуженная артистка, артист Российской Федерации. И семь лет назад в этой студии Ирина была у нас в гостях и рассказывала о том, как она практически начинает свою жизнь в Америке после успешного дебюта и артистической карьеры в России, в Москве. Прошло семь лет. Семь лет – это довольно приличный срок для всех нас. Вообще, семилетие, каждые семь лет надо что-то менять, надо что-то делать. И поэтому я подумал, что интересно бы узнать, а чем занимается известная, популярная и всеми нами в свое время, любимая Ирина Шмелева. Ира, семь лет. Есть такая традиция древняя – каждые семь лет надо что-то менять. Многое изменилось в твоей жизни? А я-то думаю, почему я так все поменялась сейчас опять? За семь лет. Оказывается, семь лет должна. Да, Ирина Шмелева, она ведь сегодня не только актриса. Вот у меня на столе есть несколько бюзитных карточек. И здесь есть, что она президент компании, занимающейся рекламой, адвертайзингом. Маркетинг, паб-кенейшнс. У меня есть, что Ирина Шмелева занимается real estate, недвижимостью. Да, продаю, покупаю. Но Ирина Шмелева вообще еще. Пока актриса Ирина? Ирина Шмелева всю жизнь, всегда и навеки будет актриса. Да, ну хорошо, тогда мы посмотрим маленький-маленький такой эпизод. Просто, чтобы тебе напомнить, ностальгическое такое. Первый видеоклип, который сейчас нам с первой кассетой, я попрошу, чтобы нам показали. Это такое ностальгическое. Просто мы должны вспомнить Ирина Шмелева. Как это было давно и недавно. Пожалуйста, сейчас нам покажут. Первое место по стрельбе из пневматического пистолета. Первенство по багги. Кончила автошкола ДСААФ. Второе место по плаванию. Второй разряд по лыжам. Первый по легкой атлетике. 16 прыжков с парашютом. И владею языками. По-английски-то не очень. Ты говоришь в английском? Да, я думаю. Скажи, пожалуйста, сколько лет это было тому назад? Это какой фильм? Это большой секрет, это было совсем недавно. Да, больше чем всем. Хорошо. Это как фильм называется? Акселератка. Это фильм, который меня прославил. Принес тебе славу. Да, принес мне славу, мужа и деньги. С ума сойти. Как сейчас помню, не дали помню время. Скажи, пожалуйста, вот ты выкладываешь на стол кубки, ты все умеешь, ты все знаешь. То есть ты можешь все, языки знаешь, везде участвовала, там где-то стреляла, все умеешь. И оказывается, это было пророчество твое? Ты все умеешь. Сегодня ты и президент компании, ты продаешь дома в престижных районах. Это что, твой характер? А, видимо, да. На самом деле, вот роли, которые играешь, как-то, может быть, они тебя выбирают, и ты их выбираешь. И как-то потом происходит все, что ты как бы говоришь. Как бы ты проникаешь в этот характер, и потом он влияет на твою жизнь. На самом деле, так и есть. Вот так и есть. На самом деле, я занимаюсь йогой, я продаю, я покупаю. И что еще? Делаю поблизости. Я знаю, что ты там, как-то я смотрел небольшие ролики, где ты просто капустники, устраиваешь эти капустники у себя в офисе. То есть, все-таки, все-таки, несмотря на вот эту вот деловую часть твоей жизни, даже в ней, вдруг в офисе, который занимается там недвижимостью или еще чем-то, вы снимаете капустник, снимаете видео, какой-то сюжет, где все должны смеяться. Ну, я, в принципе, вообще счастливый человек, все, что происходит со мной, я всегда счастлива и довольна. Для меня самое главное, чтобы солнце светило. И поэтому, когда мы были в офисе, мы решили, мне все время хочется, как-то это странно, но сначала я хотела, значит, серьезно всем заниматься, и тем бизнесом и так далее. И я занимаюсь серьезно. Если тот, кто знает, кто работает со мной, я исключительно серьезный, очень строгий человек. Очень строгий. Мне говорят, что я в конференции. Скажи, пожалуйста, ответь мне на вопрос. Да. Что движет тобой? Деньги? Нет, к сожалению. Я знаю, что у тебя муж занимается компьютерным, он хороший специалист, занимается в компьютерном бизнесе. Ну, я думаю, что вам хватает на жизнь. Думаете? Нет, да? Я ошибаюсь. Невозможно найти человека, которому бы хватало на жизнь. Да, самый главный, там, миллионер-биллионер, им всегда... Ну, хорошо. Вот ты ночью спишь, да? Тебе не снится желание быть кем? Актрисой. Ты ночью просыпаешь актрисой, да? Ну, на самом деле, да. А зачем же тогда у меня на столе вот эти карточки? И буквально, вот покажите, пожалуйста, фотографию, номер 12, да, вот 12 номер, покажите фотографию. 12 номер нам сейчас сейчас покажут. Я хочу сказать, что ты актриса, 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 а вот, пожалуйста, получаешь диплом, что ты гордость компании, продающей квартиры. И дома. И дома, и дома, и квартиры. И предприятия. Да, вот сейчас я попрошу, чтобы показали еще 10-й и 11-ю, 10-ю и 11-ю фотографию, 10-ю и 11-ю фотографию. Вот, это каблуки твои, да, каблуки, да, красиво. Спасибо. И это ты показываешь квартиры, да, вот так, хорошо, так, вид на Манхэттен, это вот с этой стороны. Это с другой стороны, да. Тебе нравится этим заниматься? Мне безумно нравится, честно говоря. А вот еще один вид, это другая же квартира. Да, это другая. Это же другая квартира. Слушай, хорошие квартиры. Очень великолепные, очень недорогие, на самом деле. Очень, ну, прямо так недорого, я не буду спрашивать. Хорошо. Скажи, пожалуйста, тебе нравится этим заниматься? Вы знаете, в детстве я всегда ходила и мечтала быть почтальоном, потому что мне хотелось смотреть, как люди живут, что там у них за окном происходит, как у них все это выглядит. Ну, поскольку сейчас у почты проблемы, ты перешла в Real Estate. Да, ну, кстати, мой муж говорит, я думала, что когда ты будешь этим заниматься, ты перестанешь говорить, посмотри, какой дом, посмотри, какие окна и так далее. Ну, вот вчера вот мы шли, и он говорит, ты опять за свое. То есть это, видимо, вот это желание, интерес вообще к людям и к тому, как они живут, вот так воплощается сейчас в моей жизни. Но на самом деле, конечно, вот то, что я актриса, была и, в принципе, могу ей быть и делаю это иногда, это все-таки мне очень нравится. И я могу все свои способности и skills, как это у нас по-русски будет? Да, опыт. Опыт, да, все могу применять в своих бизнесах и так далее, чем я занимаюсь. Ну, вот седьмая и восьмая фотографии, сейчас нам их покажут, и в которых все-таки ты еще иногда остаешься актрисой. Все-таки ты снимаешь. Вот, пожалуйста, это вот команда из фильма «За прекрасных дам», да? Да, да, да. «За прекрасных дам». Кто там у нас есть, кто у нас? Первый – это Абдулов. Абдулов, Розанова, Аржаник. Ты? Абдулов, Розанова, я, да, там. Я такая, меня просили очень, я все что ни делала, все было смешно, и меня просил очень режиссер, как сейчас помню, быть посерьезнее. Посерьезнее. Несмотря на то, что мы снимали комедию как-то, да. Да, еще одну фотографию, вот, следующее. Это на Брайтоне мы с Еленой Соловей. Вот это уже… На Брайтоне, это фильмы на Брайтоне? Это был пилот для сериала, мы снимали вместе с Еленой Соловей, с моей любимой-любимой-любимой, восхитительной актрисой. И вот мы там, я, было большое-большое счастье с ней работать и это делать. Но скажи… Скажи, пожалуйста, скажи, пожалуйста, вот ты приехала в Америку, 7 лет назад ты была в студии, ты вся еще, как бы, была тогда вот наполнена артистической деятельностью. Как ты себя начала искать 7 лет назад? Как это все происходило? Ну, тогда я только приехала в Америку, и мне казалось, что уже одно решение переехать в Америку для меня означало то, что я прекращаю заниматься актерской деятельностью. Теперь я понимаю, что это была такая… И тебя это устраивало после того, что ты училась этому? Ты работала в театре, ты снималась в кино, тебя узнавали на улице. Да, меня это устраивало. Я знала, я много знала о том, что в Америке выжить нельзя, что надо заниматься там, бог знает чем, и как бы всем на свете, всем, чем придется. И поэтому я серьезно готовилась к тому, чтобы менять профессию, потому что я думала, что это невозможно делать. Но на самом деле вот сейчас вдруг я подумала, что давай-ка мы поснимаемся, и выяснилось, что ко мне очень хорошо, особенно американцы относятся. У русских артистов много хороших, а в Америке я одна. Но ты ведь бываешь в Москве, ты бываешь в Москве, и ты мне рассказывала о том, что большинство твоих сокурсников, сокурсниц, они многие из них стали уже… Звездами, да. Звездами и народными артистками. Да. А ты у нас заслуженная. Это кошмар. Скажи, это потому, что ты в Америке? Да, конечно. Ты бы давно уже была известной и народной? Это без вопросов. У меня даже не загадки. Но народная была бы потому, что тебя бы знали, и ты была бы народная, или потому, что бы ты просто жила в России, и за то, что ты уехала в Америку, тебя не награждают? Ну, меня не награждают, потому что я, собственно, ничего не делаю. Ничего не делаю. Да, я имею в виду, что не особенно снимаюсь. Ну, мне бы хотелось больше быть народной, естественно. Ну, мне кажется, в общем, я и больше была народной. Это тебе важно? Это быть народной, заслуженной? Ну, в том смысле нет. Я не имею в виду званий. Я имею в виду, что вот любовь и отдать, вот ту любовь, которую бы я хотела нести зрителям, они бы мне ее возвращали. Ну, вот ты приезжаешь в Москву, ты бываешь в Москве, да? Ты приходишь на какие-то тусовку, на свои все люди, знакомые режиссеры, актеры. Тебе говорят, Ира, ну, давай, вот у нас фильм там начинаем мы. Как ты реагируешь? Ну, во-первых, меня никто не узнает, потому что я расту не на глазах у изумленной публики, которая в России, а здесь, и меня просто как бы не особенно узнают, я совсем стала другая. А ты знаешь, что в Японии есть такая традиция, была такая традиция, что писатель, который становился известным под каким-то именем уже, в один прекрасный день для того, чтобы совершенствоваться и оставаться в форме, он свою фамилию как бы настоящую забывал и начинал все заново под другой фамилией. И опять как бы достигает чего-то. Великолепно. Может быть, и тебе так же надо? Ну, да, наверное, но на самом деле кино это же производство, на самом деле, как и в Америке, так и в России. Ты должен, в общем-то, быть там, где ты работаешь, потому что, ну, как бы звезды такие, как, положим, Серебряков, который сейчас эмигрировал в Канаду, да, положим, они сейчас там звезды, и как бы в таком статусе переехать, это совсем другое дело. А когда я переезжала, и кинопроизводства не было, я может, ну, не знаю, как-то приглашали меня, я помню, раньше. Сейчас не особенно, но для того... У меня два тогда вопроса. Первый вопрос, ты могла бы объяснить сегодня, почему ты переехала? И второй вопрос, жалеешь ты об этом? Нет, я не жалею совершенно о том, что я переехала, мне безумно нравится, я люблю очень Америку, и мне здесь очень комфортно, и я все понимаю, где что и почему. И я, когда приезжаю в Москву, я не очень понимаю, что происходит, куда надо пойти, какую колбасу купить. А зачем ты уехала из России? А зачем? Хороший вопрос. Человека снимаете, может быть, это было семейное, тогда мы оставим за пределами разговора. Да, это было семейное, ему муж уже сказал, ну, ты, пожалуйста, решай, потому что, ну, что это такое? Ну, что такое? Давай решай. Да, ну, я хочу сказать, что все-таки приятно, что ты не забросила, скажем так, артистическую деятельность полностью. Я не собираюсь забрасывать, и на самом деле сейчас как раз разверну сейчас большую активность в этом смысле. Ты закончила курсы реал-стейта, и теперь развернешь активную деятельность артистическую. А сейчас я бесконечно занята как раз реал-стейтом. Тебе нравится? Безумно, да. Продавать, покупать. Я встречаю людей, общаюсь с ними, мне нравится очень. Я, у меня по природе, мне очень всегда хочется помочь человеку, как бы, я с Урала, поэтому я тесная. Хорошо, если ты с Урала, мы сейчас посмотрим. Пожалуйста, покажите нам второй кассете, у нас есть первый эпизод. Будьте добры, покажите нам первый эпизод на видео. Пока его готовят сейчас, первый эпизод. А, вот, пожалуйста. Это твоя одна из последних съемок в Сингапуре. Российский сериал. Ты Сергей? Это, нет, это... Слушай, ты такая там полненькая? Это что, тебя одели подбеременной или что? Накладной живот. Накладной живот, понятно. А это, как бы, твой сын, как бы, как бы, в Сингапуре, да? Это мой сын, да. Который женился на... Ну, чем дальше, тем роднее. Да, который женился на... С местной девушке. На местной девушке из Индии. А ты мама его, да? А я мама. Приехала проведать. И, да, приехала проведать. И совершенно у меня большая задача привезти ребенка обратно во Владивосток. Ты хочешь развести их и забрать мальчика? Во-первых, я не знаю, что он женился, что у него жена беременна. Я ничего этого не знаю. Я, когда это узнаю, я падаю в обморок, буквально в смысле. Но у меня цель и задача его немедленно вернуть назад. Потому что я уже девушка взрослая. И мне уже мужчины, которые за мной раньше ходили, они уже не ходят. Я одна. Мне нужен сын. Жить надо с кем-то. И поэтому я готова на все, даже посадить его в тюрьму, чтобы его депортировали обратно в Россию. Поэтому я совершаю там преступления сингапурские и как бы пытаюсь его вынуть обратно. А как ты попала в этот сериал? Как это все происходило, что вдруг Ирину Шмелеву вспоминают и еще, мало того, еще везут в Сингапур для съемки? Для меня было потрясающе. У нас был друг, в нашей компании был один человек, который работал в рекламном бизнесе, Максим Дашкин, который вдруг неожиданным образом пригласил меня сниматься у него. И я бесконечно была счастлива с ним, потому что он человек верующий. Это очень важно, потому что значит он приличный. Ну, не все, конечно, верующие приличные. Но бесконечно духовный человек с невероятным чувством юмора, таким, что мягким, интеллигентным чувством юмора. Я была, мне было настолько потрясающе. Мало того, мне сняли пентхаус и так далее. В Сингапуре? Да, Максим. Да, и я была абсолютно счастлива с ним работать, потому что все были американцы, кроме оператора и Максима. И мне было очень радостно, они как-то ко мне потрясающе относились. Я была совершенно восторгнута. А скажи, пожалуйста, тебе приходилось с американцами вообще еще раньше работать? Да, до этого я снималась в студенческом фильме у одного американца, который, я помню, я пришла на кастинг, вдруг мне стукнуло в голову, ну почему, мне не сходить, кто-то там мне что-то послал. Я пошла на кастинг, на студенческий фильм. Который снимал американский студент? Американский студент, да. Да, и они мне попросили прочитать монолог. Я им прочитала монолог из... В каком языке? На английском. Я им прочитала монолог, они вот так сидели и смотрели на меня, открыв рот. И такие... Они мне утвердили на главной роли, фильм назывался «Русская невеста» и так далее. Совсем недавно. Все еще на невесты, гожусь. Ну вот, и они мне утвердили. Потом он меня спрашивал, а ты вот монолог рассказывал или так про свою жизнь? Я говорю, ну ты знаешь, Шон, говорю, Шон Вэлски, я говорю, ты знаешь, проституткой я не была, поэтому как бы от себя рассказывать не могла, не удалось мне. Пока не удалось, я как бы не собираюсь, и не было такого. И вот он абсолютно... Они не могли понять, они как бы слушали меня и думали, что я им про свою жизнь рассказываю вообще совершенно. Причем говорили, такая странная вообще, как бы артистка попалась. То, говорит, вроде так нормально, вдруг раз такая ку-ку совершенно. Ну это и... Ну это действительно неожиданное. А вот поскольку это неожиданное, покажите нам, пожалуйста, второй эпизод, второй видео. Фрагмент из этого же фильма, который как называется, кстати? Love Russian Style. Любовь по-русски. Любовь по-русски. Да, пожалуйста. Это мы на обеде, да? То есть ты на обеде, пригласили в ресторан, да? Да, это подложенные щеки. Подложили... У тебя подложили щеки? Подложенные животы? Живот, подложенные щеки. Это... Итак, ты знакомишься с женой. Да, меня познакомил мой сын со своей женой, которую я все время называю Камасудра. Камасудра называю. Камасудра называю. Да, он просто обижается, говорит, уже называю ее по имени, а я и не помню. Это ты принюхиваешься к еде местной, да? Мой муж. Я очень смеялся, потому что я вообще... А скажи, пожалуйста, это не является, ну, как сказать, ну, не очень прилично. Это... Говорит ему, у тебя девушка, с которой ты раньше встречался, она тебя ждет, мечтает. Поехали в Волгоград, да. Ну, а ты на каком языке говорила? На английском. А, на английском разговаривали, да? То есть невеста понимала, девушка понимала, о чем ты говоришь? Девушка по-английски, но с ним по-русски, наверное, типа, какая у тебя ужасная жена, зачем она нам нужна такая? Это я по-русски. А он переводил ей... Не, он ее не переводил, а он... А, да, он ее переводил совершенно. Я говорила, какая ужасная, бросаю ее, бросаю ее немедленно, пока не родилась, делаем аборт немедленно. А он мне... Он ей переводил, говорил. Мама говорит, что ты очень красивая, ты такая хорошая, маме ты очень нравишься. Ты понимала то, что он говорит? Ну... Ну, как бы по-русски. По-русски нет. А, по-русски ты не понимала то, что говорит, да? То есть твой английский по-русски в этом фильме был недостаточного уровня, чтобы... Да, но мой английский был лучше, чем у моего сына, который, если говорить по жизни, это актер из Москвы приедет. А вот не актерской жизни. Я понимаю, чтобы закончить, стать специалистом по продаже квартир, домов в Нью-Йорке или в Нью-Джерси, стать руководителем компании, в которой работают американцы, занимающиеся рекламой, английский должен быть нормальный, как ты считаешь? Да, должен быть прекрасный, на самом деле, английский. Да. Ну, как ты себя чувствуешь? Как я себя чувствую? В английском языке. Ну, скажем так, когда тебе приходится общаться с англоговорящей? Вы знаете, меня, например, такая вещь все время поражала, что иногда я говорила совершенно спокойно по-английски, иногда как-то не могла слово сказать. И потом я стала думать, это потому что я плохо знаю английский. Но потом я поняла такую вещь. На самом деле, даже по-русски, если у тебя не такая, не комфортабл, как это по-русски у нас говорить? Не комфортабельная, неприятная. Не комфортабельная, неприятная обстановка. Ты тоже затрудняешься сказать слова по-русски, которые ты, в принципе, автоматически из тебя... Я поняла, что очень многое зависит от того человека, с кем ты разговариваешь, или достаточно ли ты уверена в ситуации, которую ты пытаешься донести, рассказать своему клиенту и так далее. Как бы вот эти вещи очень важны. Ну, в принципе, английский язык, я считаю, его надо учить, 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 и учить всегда. Я читаю все по-английски. Я хочу, чтобы мы показали все-таки номер телефона в студии. И, может, у кого-то есть какие-то вопросы, замечания, пожелания? Пожалуйста, звоните 201-461-1384. Особенно бы хотелось замечания. Замечания. Скажи, пожалуйста. Ну, вот, видишь, мы немножко, как бы, чуть-чуть, чуть-чуть прикоснулись к твоей жизни, разнообразной жизни. И вот что бы ты сегодня поставила номер один? Есть real estate, который, я не знаю, дает тебе возможность общения с людьми, и деньги определенные, скажем так. Мы поняли, что компьютерный бизнес не обеспечивает полностью все желания. Real estate. Есть компания, которую я знаю, очень многие тебя знают, и твою компанию. Via three, да? PR. PR, да. Public relations. Public relations. И есть артистическая деятельность. А что номер один из этих, из троицы? Сейчас продажи, продажи, продажи. Продажи, да. Location, 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 да. Сейчас да, но, в принципе... Но ты не чувствуешь себя несчастной? Вот я, великая, чуть ли была бы сегодня народная, а вот сижу тут с вами квартиры отбираю. Я не знала, что я была великая, так бы я чувствовала себя несчастной. Но, нет, я по природе счастливый человек. Все, чем бы я ни занималась, я думаю, я буду счастливой. У тебя глаза сместятся, да? Мне кажется, от удовольствия. Это только по понедельникам, наверное. Это, нет, потому что я с утра читаю Библию и молюсь. Серьезно, да? Да, конечно, да. Это стало частью твоей жизни или это было всегда? Это меня научили в Америке, в России. Я понятия не имею, до сих пор не особенно знаю, где поставить, куда свечку. Но здесь я изучала и евангелистов, ходила в церковь евангелистов, потом я изучала кабалу. Но сейчас, как бы, я православной церкви принадлежу. А почему вдруг, у тебя есть какой-то ответ, почему ты вдруг пришла к желанию читать Библию? Меня научили, меня научили, да, каждый день абсолютно по главе, да, я читаю, много теперь знаю. На английском языке, кстати говоря. Я вообще по русской книжке не читаю, нет времени. Но, да, я к этому пришла, я почувствовала, как мне хорошо, и как у меня возникает единение полностью с небом. То есть какое-то равновесие внутреннее. Не равновесие, не только равновесие, ну, как бы равновесие, это я не особенно уверена, но, как бы, вот восторг и радость того, что происходит вокруг тебя. И это вот можно абсолютно почувствовать серьезным образом. Я это чувствую. Это очень интересно, потому что очень много творческих людей, которые приехали в эмиграцию, в Америку, в Израиль, в другие страны, они испытывают дискомфорт, зачастую они просто в депрессивном состоянии, вот не складываются, как хотелось бы, не тем занимаются. И вдруг передо мной сидит молодая, симпатичная женщина, которая занимается всем, чем угодно, что ей нравится. И счастлива, и актриса, и закончила. Ты какой, Щукинская закончила? Я думаю, у меня гены какие-то такие, у меня мама очень веселая. Ты закончила Щукинское училище? Да, я Щукинское закончила. А в каких театрах ты работала? В театре имени Гоголя я работала. Меня потом приглашал Табаков к себе перед тем, как я уезжала. Но я подумала, у меня уже все равно. А сколько фильмов ты, как бы, снимала? Больше 30, но это было так давно. Вот, больше 30. И вот я снималась в сериалах «Час Волкова», вернее, в одном сериале «Час Волкова». Причем меня пригласили один раз, потом второй раз. Но потом я подумала, что в сериалах в России ехать, сниматься там полгода, год, это неразумно и неинтересно мне. Потому что, ну что такое сериалы? Это, в принципе, как бы, вещь такая достаточно однодневная. Если ты живешь в России, то это одно дело, там, тебе интересно, может быть, или зарабатывать надо на жизнь и так далее. А так, в кино, в прекрасном кино я бы хотела сниматься, я думаю, что я еще буду сниматься. Конечно. Потому что все наши желания сбываются, вы знаете, да? Я не знаю, если ты скажешь. Мы только бы, я вам говорю, что все-все-все желания, все, что мы хотим, все всегда сбывается. Единственное, что проблема какая, мы мало чего хотим и не загадываем себе желания. У меня та же самая проблема. Прекрасно. Я думаю, что это прекрасное завершение нашего небольшого разговора. Все желания сбываются. Всегда. Ирина Швилева, заслуженная актриса, артистка Российской Федерации, специалист по недвижимости, по рекламе, по контактам людей. Мне приятно видеть человека, который доволен жизнью. Спасибо. И который себя находит там, где он сам находится. Да, многие жизни наши. Хорошо. Спасибо огромное, что вы меня пригласили. Это очень приятно здесь быть. Всего хорошего. Удачи. Спасибо, Борис. И, пожалуйста, когда будет новое семилетие, обязательно приди и доложи, что происходило. Уважаемые телескоррители, и вам, как всегда, я признателен за то, что понедельник утром вы были с передачей «Контакт по понедельникам», которую для вас вел Борис Тенсор. И до новых встреч по понедельникам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok